МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российским политзаключенным ужесточают условия содержания. Телеклуб «Что, где, когда» расколола политика. Как будто вне политики на самом деле работает только в одну сторону. Это когда нельзя говорить ничего против политики, одобряемой российскими властями. А за это можно, и как будто это не политика. Таковы темы сегодняшнего выпуска. На прошлой неделе в результате военной операции Азербайджана армянские власти, самопровозглашенные Нагорно-Карабахской республики, существовавшей более 30 лет, фактически капитулировали перед Баку. И теперь ее лидер Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января следующего года. Армянскому населению Арцаха советуют ознакомиться с азербайджанскими условиями реинтеграции, чтобы решить, оставаться ли в регионе. К сегодняшнему дню в Армению уехали более 65 тысяч человек. Это почти половина населения непризнанной республики. Послушаем голоса беженцев. Мы оттуда бежали, чтобы живой остаться. Живым. Голодные были, плакали. Я живу в Арцаха Степанакеде. Там хороший город, люди хорошие. Сколько лет там жили? 50 лет там жили. Я совсем не знаю, что думать, где будем жить с детьми. До первой войны, сынок, мы жили 30 лет очень хорошо. Никто нам не помешали, никто нам не обижали. Хорошо жили в магазине, что хотите было. А сейчас ничего нету, ни мука нету, ни конфеты нету. Внук говорит, бабуля, конфеты хочу. Ну конфеты откуда достать? Деньги есть, но ничего нету. Там было очень опасно. Мы отправились в ангар, в подвалы в Степанакерте. Там тоже повсюду стреляли, не успокоились ни на 5 минут. Постоянно стреляли. Мы даже не смогли выйти с подвала, потому что было опасно. В любой момент можно было умереть. Не знаем с нами, что будет дальше и какие планы на нас. Вернуться нет никакого шанса. Если бы были шансы вернуться, мы бы оттуда не вышли. Там небезопасно. Конфликт между Арменией и Азербайджаном далек от завершения. Так считает востоковед, эксперт Украинского института будущего Илья Куса. Он отвечал на вопросы Алексея Александрова в эфире телеканала «Настоящее время». Какую роль вообще во всем произошедшем сейчас с Карабахом? Какую роль в этом сыграла Россия? Конкретно какую роль сыграла война России против Украины? На мой взгляд, война в Украине ускорила вообще вот этот процесс, вот эту ситуацию. Ускорила по той причине, что в результате российского вторжения в Украину сложилось впечатление у многих внешних игроков, включая Азербайджан и Турцию, что Россия ослабла и не может выделять достаточно ресурсов на то, чтобы удерживать свои позиции на других направлениях, например, на Южном Кавказе. И я думаю, что это сыграло свою роль в принятии официальным Баку решения, ну, все-таки атаковать Карабах. То есть я считаю, как бы войну в Украине здесь таким катализатором процесса, одним из, по крайней мере. Насчет роли России, да, они не просто не препятствовали всей вот этой всей ситуации, но я считаю, что они даже поощряли ее в каком-то смысле. То есть они повлияли на то, чтобы вооруженная эскалация произошла. Более того, они не стали ничего делать для того, чтобы ее предотвратить, хотя, мне кажется, у них были возможности ее предотвратить, пойти каким-то другим путем или ее не допустить, в том числе договариваясь с Азербайджаном. Мне кажется, что Россия как раз хотела вооруженной эскалации, им это на руку, и они сыграли в этом достаточно активную роль. Поэтому, мне кажется, обвинения в сторону России, они не беспочвенные. Тем более, что после 2020 года российские миротворцы взяли на себя прямую ответственность обеспечивать безопасность в Нагорном Карабахе. По факту, россияне контролировали практически все на территории Карабаха после 2020 года. Особенно после того, как при их влиянии сменилась власть в Карабахе буквально вот две недели назад, ну вот за 10 дней до вооруженной эскалации со стороны Азербайджана. Сейчас, когда Карабах под контролем Азербайджана, как вы думаете, исчерпан ли этот многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном? И есть ли какие-то еще точки для конфликта? Ну вот Зангизузский коридор упоминают в этом смысле. Я не считаю, что конфликт между Азербайджаном и Арменией закончится. Если подпишут мирный договор, ну можно сказать, что большая часть вопросов будут урегулированы. Хотя, конечно, ненависть между народами, она останется. Это просто так не проходит. И мы же должны понимать, что конфликт между Азербайджаном и Арменией, он ведь не только по поводу территории. И вот, мол, территория уходит одной стороне, и все все забывают, начинают там чуть ли не дружить. Этот конфликт развивался и начинался в конце 80-х годов после массовых убийств на этнической почве. То есть я не считаю, что отход Карабаха под контроль Азербайджана приведет к полноценной нормализации отношений между армянами и азербайджанцами. И действительно, как вы правильно сказали, вопрос вот этого Зенгизурского коридора, он тоже будет дополнительным раздражителем в отношениях двух стран, потому что Армения принципиально не соглашается часть своей территории отдавать под создание какого-то там коридора. Считает политолог Илья Акуса. Высокопоставленные гости сегодня посетили Киев. Новый министр обороны Великобритании Гранд Шепс, министр обороны Франции Себастьян Лекарню в сопровождении представителей двух десятков предприятий оборонной промышленности и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что Североатлантический Союз заключил рамочные контракты по поставкам основных видов боеприпасов на сумму, превышающую 2 миллиарда евро. Он добавил, что это позволит странам-членам НАТО пополнить свои истощенные запасы, а также продолжать снабжать Украину боеприпасами. Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с генсеком НАТО ключевые оборонные вопросы, в частности усиление противовоздушной обороны Украины. А вооруженные силы России продолжат наращивать боевую мощь до 2025 года. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии своего ведомства. И некоторые журналисты интерпретировали эту фразу как сенсационное указание на то, что войну в Кремле планируют вести еще два года. Продолжаем наращивать боевую мощь вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий, плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей. Прокремлевские эксперты истолковывают двусмысленное заявление Шойгу по-иному. Речь идет не об окончании боевых действий, а только лишь о планах по наращиванию потенциала вооруженных сил. Военный аналитик Владимир Ковчак, с которым в эфире нашего проекта «Донбасс реалии», говорил журналист Денис Тимошенко, считает, что ни на эту фразу Шойгу, ни на другие его заявления обращать внимание не стоит в принципе. Развучавшее прежде всего я бы охарактеризовал как набор звуков, от которого, по-моему, по выражению лица в шоке сам Шойгу. Потому что гуляет информация о том, что остановить украинское контрнаступление стоит задача до начала октября. И на этом фоне он зачитывает по бумажке как раз, два, три, четыре, пять. Впрочем, там ничего нового. До конца 2025 года, ну, это модерация некотором роде мобилизационных мероприятий внутри Российской Федерации. В следующем году им вождя надо переназначить с выборами или без. То есть к этому я отношусь. Индифферента по принципу украинскому «нам свое робить». То, что в логике кремлевской конструкции власти с вывеской Путина, лично самого Путина, идет привязка их политического и физического выживания к продолжению войны против Украины. Они в своей логике проиграть не могут. Подать как-то не проигрыш надо. Здесь на самом деле ничего нового. То есть эта война в их логике должна длиться бесконечно до их, скажем так, физического конца. То есть война в нынешнем виде, она целиком и полностью устраивает кремлевский режим? Не совсем. У них выбора нет. Они с радостью бы ее подморозили, пошли на переговоры, если бы там нынешнюю линию разграничения, даже в их логике с некоторыми уступками, получилось бы как-то на бумаге прописать, подморозить и так далее. Но опять же об этом должны просить их. То есть там, когда рассказывают разные конспирологические версии о том, что кто-то кого-то, Киев склонит переговоров к одному, второму, третьему, не указывают момент, что на эти условия не пойдет попросту Москва. Но вот эти заявления к концу октября, чтобы как-то причесаться, подтянуть резервы, провести нормальную мобилизацию, конечно, они будут поддавливать на то, чтобы каким-то образом склонить Киев переговоров на собственных условиях. Но нет предпосылок, я не вижу, чтобы это каким-то образом было зафиксировано и произошло. Это и динамика на фронте, которую мы наблюдаем, и это динамика поставок, та публичная часть, которая сейчас звучит. Но от этого дела наши западные партнеры даже на уровне полунамеков отказываться не собираются. Когда американский институт изучения войны, со ссылкой на своего инсайдера, заявил о приказе Путина Шойгу остановить украинское наступление, разные сроки ставили к захвату украинских городов, может быть, Путин давит на Шойгу, может быть, Шойгу успокаивает российское общество, говорит, ну вот еще год, подождите. Готовят население к войне. То есть они капсуализируют свой режим, сплотиться вокруг царя, вождя. Всю их нумерологию я не вижу смысла ее обсуждать. День рождения Путина можно приплести. То 9 мая у них, то 12 июня, то еще что-то. То есть они максимум по мирняку ударить, по объекту какому-то. Под это дело, на что способны. Ну мы же видим генезис их нехотелок. От глобального зимнего наступления, сейчас уже новая зима наступает, до потом окружения восточной группировки Украины. Сейчас у них не дать прорвать вторую или третью линию обороны или купировать прорыв в линии Суровикина. Ну вот так у них как-то от Киев за три дня до Путин не пострадал от того, что бобыры прилетели на Кремль. Вот в такой логике они и живут. Материал человеческий у них будет достаточно. Как его причесать, обуть, подучить и отправить не в виде пушечного мяса. Ну вот здесь будут проблемы, конечно. Владимир, я думаю, вы следите за процессами, которые происходят сейчас в российском ВПК, за такими решениями, на покроверенной поверхности. Какие решения принимает сейчас российский генштаб? Они как собираются выдерживать эту войну на источении с Украиной и почти полусотни стран Запада, которые поддерживают Украину на Рамштане? Какие там процессы запустились? Чего ожидать в следующем году? Мобилизации. Что будет производить российского ВПК? Потянут ли они производство вот этих миллионов снарядов, которые будет требовать фронт? Как вы считаете? По поводу мобилизации. Она не прекращается, не прекращалась и не будет прекращаться. Безотносительно того, что они объявят. Объявят ли призыв срочников, начнут ли ловить людей на улице, не выпускать за границу. Все это, на мой взгляд, эмоции и тактические виляния. Потому что пока у них есть социальный срез, как принято считать, до 50%. Без загранпаспортов никуда не выезжало. И там с зарплатой на уровне до 40 тысяч рублей, а то и меньше. Пока у них будет возможность. А в течение следующего года есть основания считать, что такая возможность будет поддерживать финансово-мотивационный пакет. То есть там 240 тысяч рублей, 210 со старта. Для контрактиков, на мой взгляд, у них проблем с личным составом не будет. Проблемы у них будут с центрами подготовки. Проблемы у них будут, собственно, с подготовкой и так далее. Сейчас пришла информация, что якобы переведенных вагнеров из Белоруссии переводят на восточное направление. 500 человек, да, вот сказал спикер восточной группировки. В частности направления. Но это я не думаю, что их разменяют в виде пушечного мяса. Как-то кардинально они что-то изменить именно на поле боя в обозримом перспективе вряд ли смогут. Но как инструктора, как мотиваторы с определенным опытом тут как бы эти цели понятны. Что касается российской оборонки, ну все, что смогли, они на военные рейсы уже перевели и будут пытаться это дело усилить. Но не на советские, скажем так, темпы. На довоенные, скажем так, темпы до 2014 года, потом, допустим, до 2022 года усилить эти темпы, которые имелись существенно, у них вряд ли получится исключительно из технологической точки зрения. Здесь и вопрос санкций, здесь и вопрос комплексующих. Получилось у них наладить в определенной серии известные ланцеты, которые беды на линии фронта приносят силам обороны Украины. Ремонт артиллерийских систем, ремонт бронетехники, то, что можно говорить уверенно. Провалы тотальные, невосполнимые, я думаю, по системам ПВО. То, что мы сейчас будем наблюдать, им надо перегруппироваться, чтобы усиливать тоже крымское направление откуда-то, забирать, набирать. Что касается боеприпасов, под темпы тех ударов, которые мы наблюдали в прошлом году, первые полгода полумасштабного вторжения, вооружения, а не обеспечить своей оборонкой, на мой взгляд, не в состоянии в силу исчерпываемости складов. Здесь будут пополнять через своих партнеров, прежде всего это КНДР, дальше Иран. Это будет проблемой для сил обороны Украины, но при игре на длинную здесь, опять же, эффект сомнительный. Хотя я думаю, что мы увидим, буду рад только казаться неправ, со стороны северных корейцев, а также Китая, будут не только боеприпасы, а и образцы вооружений в достаточно промышленных масштабах поставляться в интересах Российской Федерации. Буду рад оказаться неправ, но так я вижу генезис этого противостояния глобального, если хотите. На вопросы Дениса Тимошенко отвечал военный аналитик Владимир Ковчак. И еще одна интересная фронтовая новость. Сегодня «Легион свободы России» объявил о том, что он с территории Украины совершил вылазку в Белгородскую область и вступил в бой с российскими военнослужащими. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Ужесточение политических репрессий в России – тема обзора социальных сетей, опубликованных на сайте «Радио Свобода». Я попрошу Ильшата Зарипова, который этот обзор подготовил, рассказать, о чем пишут блогеры. Здравствуйте, Ильшат. Добрый день. Конечно, можно сказать, что новые приговоры и репрессивные меры, которые принимаются в российских тюрьмах – это совсем не новость. Вряд ли кого-то можно этим удивить. Но все-таки несколько событий привлекли к себе внимание на этой неделе. Апелляционный суд оставил в законной силе приговоры Алексею Навальному и сотруднику ФБК Денилю Холодному. Сергей Удальцов пишет о том, что 10 лет назад суд над Навальным сопровождался акциями протеста, а сейчас все проходит тихо, в закрытом режиме, без акции солидарности. И сроки уже реальные и огромные. На этом примере особенно ярко просматривается эволюция российского политического режима. Кроме этого, по решению суда Навальный перевезен в так называемое единое помещение камерного типа ЕПКТ. Сам он в очередном посте, опубликованном на его страницах, пишет, что он коллекционирует названия, аббревиатуры разных видов наказаний. И со свойственным сарказмом пишет, чувствуя себя усталой рок-звездой на грани депрессии. Журналист Дмитрий Колезев пишет, что такого рода вид заключения предназначен для непокорных зэков и сравнивает Навального с гнибалым лектором. А журналист Антон Орех отмечает, что смысл именно ЕПКТ, хотя в целом условия содержания там даже мягче, чем в обычной камере, в том, чтобы погрузить Навального в вакуум. И пишет, внимательно следим за чистотой и содержанием его постов. Кроме Навального, внимание привлечено к таким известным заключенным, как Алексей Горинов и Алексей Москалев. Горинов был в очередной раз переведен в штрафной изолятор. На странице, где публикуются сообщения от него, был опубликован большой. Рассказ об условиях содержания в изоляторе. К тому же самому Горинову посвящен еще один пост от имени Навального, в котором Навальный пишет о том, что мы не должны привыкать к садизму системы. Надо проявлять нормальную человеческую солидарность, рассказывая, расширивая такую информацию, делая ее достоянием миллионов. С другой стороны, упоминая о Москалеве, также помещенном в штрафной изолятор, психолог и блогер Алексей Рощин пишет, что скоты довольны. Это Россия, в ней все так, как и должно быть. Ну и одновременно с этим еще одна новость о том, что в России предлагают в очередной раз снова ужесточить наказание за поддержку экстремизма, оправдание экстремизма и прочее подобное. Пока что размыты в формулировках вещи. Политолог Абазгалямов комментирует это как окончательную попытку запретить стране политику. Ну а блогер Анатолий Несмеян более резок, он пишет вот что. Очередной пример, что машину террора в стране остановить можно только одним способом. Убрав террористов из власти и социальной жизни вообще. Очередной законопроект об очередных сроках и, как обычно, ни за что. Спасибо, Ильшат. Обзор социальных сетей, подготовленный Ильшатом Зариповым, вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. Война, которую Россия начала в Украине, привела к расколу и в движении игроков «Что, где, когда» и в одноименном телевизионном клубе. Об этом рассказала журналист и бывший игрок телеклуба Екатерина Мириминская. Ее текст недавно вышел в издании «Важные истории». Организаторы телепередачи поддержали вторжение и встали на сторону российских властей. Один из натаков, Максим Паташов, проводит игры для российских мобилизованных, а также организует интеллектуальные викторины на базе «Что, где, когда» под патронажем администрации президента России. Там, к примеру, молодым игрокам задают вопросы об аннексии Крыма. Часть игроков телевизионного клуба не поддержали вторжение и ушли из передачи. Это Алексей Самулев, признанный в России иноагентом Равшана Скеров, Дарья Соловей, Денис Голиакберов и другие. Еще ранее, до вторжения, создатели передачи прекратили приглашать на игры адвоката Илью Новикова после того, как он защищал в России украинскую военнослужащую Надежду Савченко и обвиненного в терроризме кинорежиссера Олега Сенцова. Несколько лет назад Новиков уехал в Украину, получил украинский паспорт и сейчас воюет в терробороне. Екатерина Мереминская также перестала участвовать в телеверсии «Что, где, когда». Вот что она рассказала о расколе в клубе Алексею Александрову в эфире настоящего времени. То, где, когда. Сейчас то, которое осталось, те люди, которые остались. Эти люди тоже теперь пропаганда войны? Мне кажется, что сами по себе люди нет. И, возможно, сама по себе передача. Скорее, да. Ровно год, как это произошло. Потому что до этого, пока все было внутри, можно было говорить, что официально как будто вне политики, как будто они все еще продолжают обсуждать вопросы. Но на Первом канале, несмотря на то, что до этого выходит суперпропагандистская программа «Время», а после того, как Максим Паташов съездил, кажется, что невозможно уже говорить, что участие в передаче – это какой-то не голос за войну. Программа «Что, где, когда» всегда заявляли о том, что программа вне политики. И я так понимаю, что людей просили о политике не высказываться. Но случай с Паташовым обратный? Совершенно верно. Ведь до этого был, например, Илья Новиков, которому предложили выбор, будет ли он адвокатом и также мелькать на Первом канале, защищая украинского офицера Надежды Савченко. Или он продолжит играть. И, конечно, он в 2016 году, когда был окончание процесса, он вынужден был перестать играть, что хоть когда. А теперь Максим Паташов ездит. Очевидно, что телегруппа об этом знала, потому что такие большие поездки, они не делаются за спиной телегруппы. И это называется тоже как будто вне политики. Это странно, конечно. Как будто вне политики на самом деле работает только в одну сторону. Это когда нельзя говорить ничего против политики, одобряемой российскими властями. А «за» — это можно, и как будто это не политика. Вы впишете, что еще до войны, после серии скандалов, телегруппа резко ужесточила общение со знатоками, появились подозрительности, риторика осужденной крепости. Вот вы можете рассказать об этом подробнее? Там была серия скандалов, как вы помните. Мне каждый раз неприятно об этом вспоминать, но действительно и магистры, и участники телешоу в двух случаях поступили не лучшим образом. И после этого телекомпания ни разу не отреагировала так, как нужно. То есть она не осудила толком ни игру на вопросах с известными ответами в «Кто хочет стать миллионером» со стороны магистра Александра Друзьяни. Не сказала, что должен покинуть игру Михаил Скипский. О скандале с сексуальными домогательствами, которым рассказали его ученицы и журналистки тоже. То есть получилась такая позиция, которая зеркалила позицию государства, когда, как мы помним, и депутату Слуцкому ничего не было за его сексуализированное насилие по отношению к журналисткам. И да, казалось, что «Осажденная крепость» — это такая риторика, что давайте мы сплотимся, кругом враги, мы должны защищать то, что у нас есть. А у нас есть эта хорошая телепередача. И все нападки — это не потому, что мы действительно что-то сделали не так. Ну, собственно, даже не мы, они могли бы дистанцироваться от этих скандалов. Но они выбрали как раз другое, чтобы отрицать, что все нападки — это только для того, чтобы разрушить игру. Ну, примерно то же самое говорит российское правительство, что не оно в чем-то просчиталось и оно в чем-то неправо, а это все Запад, который хочет разрушить ценности. А вот по поводу войны, какие-то указания уже, ну, не знаю, можно ли это называть указаниями. Вообще, какие были разговоры? Вы пересказываете разговор с гендиректором телекомпании «Грант» Олеся Сценко. Как она вам объясняла, почему вы должны удалить этот антивоенный пост? Ну, потому что я выступаю, опять же, от лица телекомпании, от общности знатоков. И никогда не нужно говорить как бы публично о том, что я думаю на самом деле, хотя я могу оставаться при своем мнении. Такая была позиция, с одной стороны. С другой стороны, меня пытались убедить, что я ничего не понимаю, что в Украине действительно сложная ситуация. Там якобы националисты и вот Бандера там как-то звучало в этом, ну, опять же, примерно в таком же контексте, в котором его упоминают пропагандистские СМИ. Да, и до этого про войну, конечно, поскольку война идет до 2014 года, и когда были собрания знатоков и говорили, если вас будут спрашивать, чей Крым, то тоже была рекомендация, говорите, что мы вне политики, не отвечайте на эти вопросы. Я с детства смотрел, что где, когда. Всегда казалось, что это такая интеллектуальная элита, которую показывают практически в прайм-тайм, на Первом канале, по субботам или воскресеньям или пятницам. Как при этом эти реплики Натальи Сатистенко, как вы их пересказываете, о том, что Украине нацисты? Ну, неужели интеллектуальная элита не понимает, что на самом деле происходит? Сложно сказать именно за Наталью Ивановну. Я думаю, внутри телекомпании и внутри знатоков есть разные мнения. И вот можно сказать про Максима Паташова, что он искренне считает, что нужно занимать такую антиукраинскую позицию. Есть люди, которые просто делают это ради того, чтобы все еще сохранить телешоу. И непонятно, насколько эта ставка их сыграет, потому что метафора, которую приводит у меня в статье Илья Новиков, что это как будто ты свою маленькую лодочку, телеигру, да, что где, когда, привязал к большому военному русскому кораблю, и похоже, что с ней ты и пойдешь ко дну, если не успеешь отвязаться. Непонятно, как им успеть отвязаться сейчас, если они решили следовать за направлением всей российской политики и Первого канала. А сколько игроков в итоге ушли? Я видел в интернете, ну, мне показалось, что это фанатские подсчеты, вот что в прошлой весенней серии игр принимали участие с 36 игроков из 6 команд, всего 8 человек. Масштаб такой или это неправильный подсчет? Когда я считала, у меня получилось человек 12-15. Ушли? Да, но это где-то треть клуба, не половина. Мне кажется, все-таки не так. Но сейчас еще продолжают, я так понимаю, как-то уходить люди. Вот в воскресенье была игра, там было что-то очень мало знакомых людей. И сейчас что случилось? Почему сейчас надо уходить? Возможно, кого-то начинают доходить, а возможно и какие-то внутренние там предсторечия, потому что бывает, что там же есть спортивное движение, что где-когда оно довольно большое, и люди просто собираются и играют. Многие, конечно, знатоки есть в Украине, и некоторые организаторы, они донатят ВСУ. И я так понимаю, что телекомпания запретила участвовать своим знатокам, которые появляются на телевидении, в турнирах, организаторы которых отправляют деньги в СУ, что-то такое. Они расстроились и ушли. То есть в вашей реплике я понял, что вы сейчас все-таки смотрите, что где-когда. Я смотрю, мне было интересно, особенно после моего текста, посмотреть на этих людей и попытаться почувствовать, изменилось ли что-нибудь, не знаю, кому-то может быть стыдно, или наоборот, они разозлились, или что-то такое. Что вы почувствовали? Ну, как-то довольно грустно это все смотрелось. Я все больше, когда смотрю, мне кажется, что осталось форма и не осталось содержания. На вопросы Алексея Александрова отвечала бывшая участница телевизионного клуба «Что, где, когда» Екатерина Мириминская. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Радио Свобода». Всего доброго. Студия подкастов «Радио Свобода».